я играю с разрешением 1024 на 768 black bars потому что это скорее дело привычки я привык именно к этому разрешению и мне неудобно другие просто ну и соответственно привыкать нужно довольно достаточно времени потратить чтобы привыкнуть другому поэтому играем на эту раньше очень много играли на black bars людей сейчас больше все приходят на растянутые просто потому что там качество картинки лучше ты лучше видишь на дальних дистанциях соперника ну то есть есть какое-то преимущество свое в этом плане я играю на роли а в п и лично мне удобнее там суть в том что когда у тебя полосы черные у тебя модельки они меньше но они двигаются медленнее а люди которые играют на растянутом у них модельки толще по ним легче попасть но они двигаются быстрее и для а в п но лично для меня удобнее чтобы модельки двигались более медленно чтобы мне было легче убить когда он выходит из-за какого-то препятствия когда начинал играть в counter strike просто не знаю просто каких там про игроков увидел то что все большинство играет на black bars поставил все и так и играл но это черные полосы то есть разрешение 4 на 3 с черными полосками по бокам сама игре у меня все на минимум потому что я не вижу смысла ставить что-то выше единственный момент что многие ставят качество эффектов на высокие чтобы там есть преимущество небольшое что когда у тебя горит молотов и ты лучше за ним видишь но я не использую это потому что мне неудобно мы просто неудобно потому что в зуме там появляются такие блики небольшие из-за этого когда играю с вопа и соответственно нет не очень удобно поэтому мне просто все настройки на минимум просто кс это не та игра где смотришь на качество тут ты больше удовольствие получаешь когда ты выходишь там убиваешь соперника выиграешь раунды и как бы низкие настройки качества те дают как бы преимущество особенно когда ты начинаешь только играть counter strike вот когда я начинал у меня был плохой компьютер и соответственно чтобы не было больше впс не нужно было стоить но в любом случае все на минимум стоит и так у большинства людей соответственно тут в кс не ну как по мне вообще не важно высокий невысокий тем более не дает ну нет такого большой разницы между высокими низкими на по качеству у меня 134 на 800 дпи то есть если на 400 то там 268 не сенс почему потому что это уже больше наверное как лично да то есть у каждого своя станция которая ему удобно просто мне удобно этот сенс и все я к нему привык играю ну допустим у лучшего игрока в мире симпла у него 309 то есть у него там очень высокая солнца совсем ну то есть я тебе говорю то есть это больше кому как удобно то как привык высокой удобно свопа особенно усоп удобно тем то что ты можешь как бы более такой мобильный можно так сказать то есть ты можешь крутиться в разные стороны если тебе если выпадает что большая сенса больше подходит для выпадка как по мне маленькая ну как точнее наверное не знаю как наверное просто точнее то что на меньшее все но полотенчике только дело для того чтобы у меня клавиатура вот ну не делать то есть из-за того что монитор близко клавиатура лежит на мониторные ножки и соответственно ну если ты что-то делаешь но так вот может у тебя скакать поэтому я подкладываю сюда полотенчик чтобы у меня было все ровно не так просто удобно но мне ближе еще потому что я чуть дальше от стола сижу то есть мне неудобно когда локти лежат на стороне на столе то есть неудобно чтобы они были бы как бы висящем положении соответственно чуть дальше сижу от стола для этого я ближе двигаю монитор насчет дальности не знаю то есть его опять ставлю на ощущение просто как неудобно поставил и все то есть какой-то там определенную системы нет то есть просто поставил как не вот сейчас удобно и все может там до следующий раз я приеду на боткемп у меня будет стоять чуть дальше или чуть ближе то есть как получится как по мне но это скорее у кого хорошее периферическое зрение те садятся ближе и они лучше видят как бы прицел лучше видит пиксели и соответственно им наверное лучше ну а лучше а имя можно так сказать то есть лучше нацеливаются на голову и так далее то есть единственный минус это опять же если у тебя плохое периферическое зрение то ты когда сидишь очень близко ты не видишь что у тебя происходит справа слева особенно если ты играешь на но не на black bars да на не начать не с черными полосками она на весь монитор то есть растянутая и ты можешь просто не увидеть что там произойдет справа там или слева многие там играют мы сидят низко например у них вот так вот рука лежит и они как бы руку всей рукой играют я больше играю кистью и мне удобно чтобы мне как бы рука была свободном положении чтобы здесь ничего не мешало то есть просто вот я кистью играю вот и мне удобно чтобы мне тут вообще ничего нигде не было ничего не мешало собственно сам такой средний или не знаю но точно не маленький вот такой вот размер который у меня я не знаю честно какой там точно где-то там 45 450 миллиметров или сколько там уже не помню на 400 или что такое он на точность над скорость я пробовал мне вообще не понравилось но то есть сама поверхность более приятная то есть более приятнее играть но почему-то вообще там попасть не могу и так далее ну то есть вообще в этом плане в плане игровом вообще неудобно поэтому я играю на control вот на этом принципе мне все устраивает точно когда ты уже играешь на какой-то там на ком-то про уровне да там когда играешь турниры особенно влияет какой-то монитор да там 240 герц и так далее то есть когда у соперника 240 герц монитор а у тебя там не знаю 60 то тебе тяжело просто играть против этого а насчет мышек клавиатуры и так далее мне всегда было мнение то что ну не сильно они прям не влияют это опять же кому как удобненько кому-то может удобно будет играть на мышки x7 например и все будет получаться наверное когда ты там опышь какой-нибудь десятый level face то уже наверно все начинают покупать какие-то там девайсы там мышки более дорогие коврики но опять же это как по мнению не сильно влияет максимум что самое важное по факту монитор и может быть мышка все все остальное не сказать что прям очень решает самое важное всегда при выборе мышки чтобы она лежала у тебя в руке чтобы тебе было удобно чтобы не было никакого дискомфорта чтобы ты взял в руку все она как у тебя как влитая лежит руке дальше тоже там смотришь там нашел три мышки которые тебе подходят да например по хвату по всему и потом уже смотришь там по характеристикам какие там лучше и берешь самую лучшую из них там ну чтоб стать профессионалом первую очередь конечно нужно много играть целом очень много всяких вариантов то есть есть различные лиги хабы там фпл и фпл-ц с лиги так далее самое главное это много играть и показывать свою игру лучшую и тогда тебя скорее всего заметят познакомились с каким-то ребятами да там вместе начинали играть собирали какие-то миксы команды потом начинали играть какие-то турниры и так далее ну то есть ты так потихонечку а пышься пыши-пышся пышься петель замечают все более сильные какие-то ребята зовут к себе и так и получается что ты в итоге в конце концов попадаешь какую-то команду хороший ты просто вот начинаешь играть phase данный пришел а у тебя просто есть знакомые ты с ними играешь вместе потом у тебя появляются через этих знакомых еще какие-то знакомые которые более допустим скилловые Ты начинаешь с ними играть И так потихонечку, потихонечку, если ты сам начинаешь прогрессировать в своем скилле Ты начинаешь играть более сильными тиммейтами И все, и в конечном итоге тебя чаще всего куда-то позовут Если ты реально хорошо играешь Субтитры сделал DimaTorzok